Беседы святителя на Златоуство о призвании апостолов. Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом, а вы знаете, как приманчиво рыбная ловля. Но как скоро услышали призыв спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали, сходим домой, посоветуемся с родственниками. Но оставився все, последовали за Ним точно же так, как Елисей последовал за Ильей. 3 ст. 19 глава. Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы того требовала самая крайняя необходимость. Вот почему, когда некто, другой пришел к Нему и просил позволения похоронить Отца своего. 8 глава Евангелия от Матфея. Он и этого не позволил ему сделать, показывая тем, что следование за Ним должно предпочитать всему. Ты скажешь, что им много было обещано. Но потому-то я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили столь великому обещанию и всему предпошли следование за Христом. Они поверили, что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано только Петру и Андрею, Иакову и Анну. И того не было сказано. Только пример послушания первых проложил путь и им. Впрочем, они и прежде много слышали об Иисусе. Далее смотри, с какой подробностью евангелист указывает на их бедность. Иисус нашел их чинищими сети свои. 4 глава от Матфея. Они были бедны до такой степени, что не имели на что купить новых сетей. И потому чинили обещавшие. Между тем, немалым доказательством их добродетели служит и то, что они легко переносят свою бедность, питаются от правильных трудов, друг с другом связаны узами любви, живут вместе с Отцом и служат Ему. Когда таким образом Христос уловил их, он начинает в их присутствии творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о нем Иоанн. Он начинает часто посещать синагоги, научая этим учеников своих, что он не противник Богу и не обманщик какой-либо, но пришел согласно воле Отца. И про посещение синагог он не только преподавал, но и творил чудеса. Это было первое ученики Христа. А после этого прошли сколько множество учеников. Сегодня церковь совершает память всех святых в земле русской просиявших. Наверное, ни в одной церкви нет столько мучеников за веру, сколько в русской церкви. Это десятки, может быть, сотни тысяч. Поэтому, как бы здесь святитель говорит так, что нам-то гораздо легче уже, потому что мы имеем пример, как устоять в вере, как совершить это исповедание, которое Христос заповедовал. Потому что впереди есть много примеров. Читаем мы «Жития святых», 12 томов Дмитрия Ростовского. Рассказы здесь уже мучеников 20 века. Есть такая книга «Мученики 20 века». То есть, когда в годы гонения было в России, что было. Поэтому нам, взирая на их подвиг, на русских в земле российской просиявших, нам уже легче идти и исповедовать Христа и исполнять Его заповеди. Храни всех Господь! КОМО hmО!! КОМО!! ПОТИЦИИИИИИНОСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ â� οιTube попад execut САКУИ.